Привет, друзья! Меня по-прежнему зовут Шустра, это всё ещё любовь, деньги и рок-н-ролл. Мы продолжаем наше, господи, какое огромное чтение! Так что, замечательная визуальная новелла, которая, к слову, мне действительно нравится. Приятного просмотра! Мне снился бескрайний, разумный океан, обладающий интеллектом, настолько далёким от человеческого, насколько это вообще возможно. Любовь, ненависть, гордость, власть, деньги, месть, родственные узы, инстинкты, заложенные природой. Всё это было для него неважно. Я не мог понять, что движет его существованием, а что он думал обо мне. Понять было невозможно, в принципе. Звонок будильника стал для меня неприятным сюрпризом. Не помню, чтобы вообще его заводил. Однако пора вставать и собираться в школу. Но то есть несколько причин. Во-первых, необходимо всё-таки поговорить с Кагомой, раз вчера я этого не сделал. Во-вторых, моё отсутствие может показаться полицией подозрительным. Пусть это и звучит как паранойя. Возможно, сегодня Кагома будет вести себя адекватнее. Однако в классе её не оказалось, а перед началом первого урока зашёл директор и объявил общешкальное собрание. «Где-то я уже это видел», — сказал без всякого сарказма Кёске. У меня по спине пробежал холодок. Ожидание неясной беды сковало всё тело. «Ник, идём?» «Да, конечно», — неохотно ответил я и встал. Во дворе вновь появилась странная кафедра, на которой стоял Кияма сенпай и серьёзным взглядом встречал выходящих из здания детей. Мы с Кёске встали примерно в середине толпы школьников. Вскоре к нам подошёл и Майкл, а вот Кагомы нигде видно не было. «Тебе не кажется странным, что и в Амура сегодня не пришла?» «Не помолчи уж», — отмахнулся я. Директор в последний раз оглядел собравшихся, закрыл глаза и как-то уж чересчур тяжело вздохнул. «Как вы все знаете, несколько дней назад произошла страшная трагедия. Восемь учеников нашей школы приняли мученическую смерть от рук неизвестного убийцы. Я обещал, что мы найдём виновного, и мы с помощью полиции, конечно же, это сделали». Его речь звучала, как всегда, патетически, что в данной ситуации казалось особенно неуместным. «Мне тяжело это говорить, но виновной оказалась другая ученица нашей школы». Он остановился, словно ожидая какой-то реакции, но собравшуюся услышали его тихо. Все взгляды с молчалимым вниманием устремились на старого директора. Причиной такого страшного преступления стала банальная личная неприязнь. «Да давай уже не тяни!» ворчал рядом Кёске. «У меня же ком в горле стоял, я так и знал, что дальше скажет Кияма». «Ивамура Кагоме, ученица выпускного класса нашей школы, сейчас она задержана, и с ней ведут работы полицейские». «Кагоме? Значит, все-таки она?» Однако я просто не мог в это поверить. Такое бывает, то до самого последнего момента ждешь определенного исхода, готовишься к нему, но когда развязка наконец наступает, она все равно становится неожиданностью. Я сколько угодно мог обвинить Кагоме в глубине души считать ее убийцей и подкреплять это мнение доводами разной степени разумности. Но я был совершенно негатив к тому, что это окажется правдой. «Я понимаю, что для всех вас это шок, но не меньшим шоком это стало и для меня». «Уж, конечно», — фыркнул Кёске. «Ну, Нир, что я тебе говорил?» Поднял он на меня взгляд, полное ожидания. «Это не телевикторина, твою мать! Ты приз за правильный ответ не получишь!» — зашипел я на него. «Да и нет тут правильного ответа. Я не верю, что и в Амура способна, я имею в виду, способна физически убить восемь человек одновременно!» Директор тем временем продолжил. «Мы не могли подумать, что рядом с нами, с нашими детьми, притаилось подобное чудовище. Однако мы никак не могли знать...» Казалось, что главной задачей Кияма Сэнпая был выгородить школу. «Уверяю вас, что если бы у вас возникли какие-либо подозрения у нас...» Японцы вообще сильно... сильны задним умом. Мне вдруг резко стало не хватать воздуха. Я пойду. Бросил я киоски и аккуратно протолкался сквозь толпу к школьным воротам. На улице, где было меньше людей и куда не долетела тошнотворная речь директора, стало полегче. Я продышался, опершись рукой о забор. «Я же говорила!» раздался за спиной знакомый голос. «Не пугай так!» подскочил я и обернулся. Рядом стояла Элли с мрачным выражением на лице. «Я ни в коем случае не злорадствую, но...» Я тебя предупреждала с самого начала. «Надеюсь, ты не пытаешься мне сообщить, что Ивамура обвинили именно из-за тебя?» В моем голосе прорвалось плохо скрываемые злобные нотки. «И это тоже мы уже проходили. Что ты во всем обвиняешь... что ты во всем обвиняешь дедушку? Значит, сейчас он не виноват?» Я больше ничего ему не говорила. Однако ее тону не доставало уверенности. Это радует. Кисло ухмыльнулся я и глянул на собрание в школьном дворе. Директор продолжал вещать, что... но что именно расслышать было невозможно. Ну и черт с ним. «Ник, ну серьезно, так будет лучше для всех, но не для Ивамура. Ты до сих пор считаешь, что она не виновата?» «Не доверяешь полиции?» Мне действительно не было особых причин им доверять. Вспомни хотя бы допрос после нашего с Кагомо визита к Кабояше Джуну. Что это вообще такое было? Нет, после преступления, на которое капиталист не пройдет ради... Че? На которое капиталист не пойдет ради трехста процентов прибыли. В таком случае хорошо, что у нас тут не марксизм, лени... 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 ленинизм. Меня немного удивила глубина познания Элли, но я все... все же не сдержался. Это не маркс, сказал. «Да какая разница?» Вышла она из себя и топнула ножкой, но тут же спохватилась. «Извини, я понимаю, что тебе в любом случае нелегко, и я... мне не стоило всего этого говорить. Прости!» Выпалила она и на одном дыхании развернулась и убежала назад в школу. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, что Элли не виновата. Впрочем, если к задержанию Кагомо все же причастен к Абаяшу Джун, то он вряд ли стал бы докладывать внучке о своих действиях. Я немного успокоился, нашел себе силы вернуться во двор. Как раз к окончанию пламенной речи Киэма Сенпая. Школьники еще некоторое время стояли, недоуменно переглядываясь. Почти все они молчали, лишь некоторые перекидывались шепотом короткими фразами. Я подошел к киоске и легонько положил ему руку на плечо. Много я пропустил. «Посмотришь в повторе!» саркастически отозвался он. Я даже не удивлюсь, если он реально пригласил телевизионщиков. Однако у меня никак не шла из головы мысль, что Кагаме сама напросилась. Что она делала на месте убийства? Вдруг мы все же были там не одни и за нами наблюдали не только ночные призраки. На большой перемене мы с киоски и Майклом собрались в столовую, даже не столько, чтобы поесть, а чтобы обсудить произошедшее. Как мне не надоело все это переливание из пустого в порожнее. Я понимал, что от этого разговора не отделаешься. Мне не хочется повторяться, но я с первого дня был уверен, что убийца Ивамура. Вот только не надо этого, а? А что, разве не так? Скажи, Майкл! Не так, с готовностью отозвался Майкл. Вечно вот вы, вот, вот, надулся киоски и отвернулся. Я все равно не верю в виновность Ивамура. Не знаю, какие у полиции доказательства, но этого не может быть потому, что, ну, не может быть в принципе. Сами посудите, восемь человек одновременно, она что, их из пулемета расстреляла? К тому же, они все должны были как-то там отчутиться той ночью. Более чем уверена, не по своей воле? Но, Ник, убеждать в этом надо не нас. Да понятно. Я посмотрел по сторонам, в столовой было еще безлюднее, чем в прошлый раз. Интересно, как событие, которое не имеет к тебе непосредственного отношения, может изменить поведение? Неужели дети боялись, что маньячка Кагома набросится на них с ножом прямо в школе? Однако, по какой-то причине, они все же решили, что голод сейчас не главное. Множество пустующих столов лучшее подтверждение моей теории. И все-таки я не понимаю, почему ты так ее защищаешь? Потому что я не нашел, что ответить. Не Кёске, а самому себе. Впервые у меня появилось чувство, что дороги назад уже нет. Виновата Кагома или нет? Подставили ее или нет? Причастен ли Кабояши, Джун или нет? Нет, все это уже не имеет значения, потому что изменить ничего нельзя. А я никак не смогу помочь ей. Потому что действительно считаю, что она не виновата. Тихо сказал я. А? Что? Не слышу. Воскликнул Кёске, наваливался на стол и демонстративно поднес руку к уху, по которому тут же получил от меня хлесткий шлепок. Уймись уже, наконец! О, ну больно же! В любом случае, в данный момент мы бессильны. Робким тоном произнес Майкл, словно угадав мои мысли. Возможно, он таким образом хотел по-своему поддержать меня, потому что вряд ли ему было какое-то дело до судьбы Кагома. Спасибо. Майкл лишь слегка кивнул в ответ. Не, ну, я, конечно, понимаю, что у нее могли быть сообщники, например, триада. Кёске уже как так взорвался, что, похоже, сам начинал верить в собственный бред. Вам никогда не казалось, что у Амура есть какие-то китайские корни, если внимательно приглядеться? Кёске хватит. Но тут и... но тот уже никого не слушал. Хотя, с другой стороны, вариант с якудзой. Я метко бросил кусок брокколи Кёске в рамен, и несколько капель жирного бульона попали ему на одежду. Вдруг несколько секунд приходил в себя, но затем вдруг собрался, подтянулся и хитро прищурился. «Получай!» швырнул в меня палочками для еды. Я уклонился, и палочки попали в спину сидящей за нами девочки. Этой девочкой оказалась Сая Тян. Химитсу, на счастье, рядом не было. «Суду... Суд... Судзухара Сан!» пролепетал Кёске. Сая обернулась, бросила на него гневный взгляд, но ничего не сказала. «Простите!» «Простите!» Мой питанный друг выглядел даже слишком испуганным. Откуда он вообще знает ее фамилию? Хотя меня больше удивило, что у нее вообще есть фамилия. Для меня она всегда была просто Саи Тян. «Вы знакомы?» «Мы?» «Нет, но...» Кёске заметно потел. «Только не говори, что ты влюбился в нее!» Рассмеялся я, куда громче, чем следовало. «Да тихо ты!» «Ой, я не могу!» Теперь на нас смотрел не только Саи Тян, но и остальные обедающие школьники. «Кто бы говорил! Я же тебя не осуждаю за его муру!» «Сравнил тоже!» Немного успокоился я наконец. «А почему бы и не сравнить?» «Да, Саи Тян не самая симпатичная девочка в мире, какой характер вытерпит не каждый, но ее хотя бы не подозревают в массовом убийстве. Я посочувствовала себе... Я почувствовала себя пристыженную. «Знаешь что?» «Ладно». Я скрестил руки на груди и отвернулся. «Извини, я не знал» и посмотрел на Майкла. Тот как будто вообще не заинтересовал наш разговор. «Да из чего ты взял, что мне, что я...» Лезть за словом в карман тоже было не в его привычках. «Проехали», твердо сказал я и вернулся к еде. Учебный день закончился довольно быстро. Мои одноклассники верили себя непривычно и тихо. На улице большинство застыло подавленное... На лицах большинства застыло подавленное выражение. Наверняка ни у кого из них и мысли не возникло, что Кагама может быть невиновна. Не сложно представить, что изгой, с которым побрезгуешь сесть рядом, совершил нечто ужасное. Никто даже не удивится. Для многих обладание каким-то физическим или умственным недостатком, зачастую даже просто нелюдимостью или отсутствием социальных навыков уже является отягощающим обстоятельством. Каково это ощущать, что весь мир против тебя? По дороге домой я отчаянно прятал глаза от прохожих. Казалось, что они как минимум осуждающие смотрят на меня, а то и готовятся напасть. Что если у меня в глубине души все считают отщепенцем? Чем я так уж принципиально отличаюсь от Кагама? Наличием пары друзей и знакомством с Элли? По характеру мы, наверное, во многом похожи, если взглянуть со стороны. Оба пострадали от Кабояши Корпорейшн. Оба имели крайне туманные перспективы и планы на будущее. Оба недовольны своей жизнью в настоящем. Когда я вспомнила о том, что вчера мог предупредить ее, но не стал, на душе установилось совсем погано. Мой старый дом сегодня тоже как будто осуждал меня. Если бы родители были живы, то наверняка бы сделали ремонт или хотя бы предложили, поддерживали двор в чистоте. Не могу сказать, что мне было уж совсем наплевать на это, но забота о внешнем и внутреннем облике моего жилища в списке моих приоритетов находилась где-то в самом конце. Когда я открыл дверь, то сразу понял, что что-то не так. Однако отступать было некуда. И действительно, на кухне сидела Ирина и со скучающим видом листала ежедневную газету. «Добро пожаловать! Извините, что без приглашения!» Бросил я и, не обращая на нее внимания, подошел к холодильнику. «Рада тебя видеть, Николай!» «Вообще-то я у себя дома». Наконец-то с ней стоило вести себя... Конечно, с ней стоило вести себя аккуратнее, но эти регулярные визиты уже начинали действовать на нервы. «Надеюсь, у тебя было время подумать над нашим предложением». «Честно говоря, не было». «О, и чем же ты был так занят? Музыкой?» улыбнулась она, но ее глаза смотрели на меня с хищническим вниманием. «В том числе, а еще убийствами в моей школе. Вам ничего об этом не известно?» спросил я наугад, больше, чтобы отвлечь Ирину от нападок на меня. «Известно ли нам что-нибудь об убийствах в твоей школе?» задумчиво повторила она, словно пытаясь понять смысл сказанного. «Кажется, японская полиция недавно задержала подозреваемого». «Именно, Ивамуро Кагума. Вы о ней говорили в прошлый раз. И кажется, вы учились в одном классе. Хватит придуриваться». Притворное выражение тут же пропало с лица Ирины, сменявшей ледяной собранностью. «Ну да, это мы ее подставили». «Но зачем?» От неожиданности я отпрянул назад и ударился спиной о холодильник. Коробки, стоящие на нем, затряслись, но устояли. Она везде совала свой нос и начала нам мешать. «Как может обычная японская школьница помешать могучему КГБ?» — воскликнул я. «Потише, у стен есть уши». «Я думал, что это ваши уши». В другой ситуации Ирина могла бы оценить шутку, но сегодня, видимо, хохмить она была не намерена. «При других обстоятельствах я бы с тобой согласилась, но отец Ивамуры был не последним человеком во всей этой истории. Если бы она не взбаламутила серьезных людей, то сейчас бы была на свободе. «Почему бы тогда ее просто не убить?» «Действительно», задумчиво протянула она, словно переадресуя этот вопрос мне. «В любом случае, это прослужит тебе хорошим уроком». «Восемь человек! Вам не кажется, что это слишком для урока?» «В чем они были виноваты?» «Сопутствующие потери». «Ну да, а как же я сразу-то не догадался?» «Ладно, Николай, у меня нет настроения с тобой болтать». «Странно, но Ирина вообще редко говорит о себе. Обычно «мы», «нам». «Зачем тогда ты, вы здесь?» «Я и так и не решил, как к ней обращаться». «Кажется, я говорила в прошлый раз, очень хорошо, что ты сплезился с внучкой Кабояши Джун». «Ваше отношение прогрессирует». Она расслабила плечи, откинулась на спинку стула, поправила волосы и улыбнулась. «Удивительно, как за долю секунды эта женщина превращается из майора КГБ Ирины Мостовой в глупенькую работницу французского посольства Ирэн Дюпон, любящую выпить из мазливых мальчиков». «У нас нет никаких отношений, это не мое мнение, это факт», ответил я нехотя. «Очень странно играть в одной группе и не иметь вообще никаких отношений». «Все то вы знаете, мы знаем многое, но недостаточно, и ты нам поможешь эту ситуацию исправить». «Каким же образом?» Ирина смотрела на меня некоторое время с таким видом, как будто я только что сказал несусветную глупость. «Мы давно пытаемся внедрить своего человека в окружение Кабояши Джуна, но он очень осторожен. И вот здесь на сцену выходишь ты». «На днях состоится благотворительный бал, и мне нужно, чтобы ты на нем присутствовал». «Неужели так сложно получить приглашение на благотворительный бал? Просто сделайте пожертвование». «По правде говоря, я ровным счетом ничего в этом не понимал и строил свои предположения на основе книг и фильмов». «Мы не в Америке и даже не в Европе. Каждый гостя досконально проверяет служба безопасности корпорации». «А меня, конечно, пустят», и хитно улыбнулся ее. «Пустят, если ты придешь как кавалер внучки хозяина». «Без меня меня женили». «Рады, что тебе весело. Позитивный настрой способствует успеху операции. Только не забывайся». «Допустим, я попаду к нему в особняк. Что дальше?» «А дальше?» «Ну?» Она порылась в сумочке, вытащила небольшое устройство и аккуратно протянула его мне. «Похоже на миниатюрную Яши Джун состоялась тайная сделка с американцами. У него в кабинете должны храниться какие-то бумаги, касающиеся этой сделки. Твоя задача их найти и аккуратно сфотографировать». «Опять же, даже если я с каким-то чудом проберусь в его кабинет, как я пойму, что именно искать? У него там этих бумаг может быть гора». Ирина фыркнула и достала из сумочки квадратную мгновенную фотокарточку, на которой был изображен листок бумаги с логотипом на фотографии его замазали черным маркером. «Ищи вот такое изображение». «Что оно означает?» «Оно означает, что ты теперь знаешь больше, чем достаточно для выполнения задания, разве что». Следом со фотографией она извлекла из сумки листок с планом поместья Кабояши. Чертели его явно отруги, но чрезвычайно аккуратно. «Тебе нужно попасть вот в эту комнату!» Она обвела нужное место на схеме красным фломастером. «Что будем в случае неудачи?» Мой голос звучал так, словно говорил кто-то другой холодно и отстраненно. «А ты сам не понимаешь?» «Я имею в виду, что будет, если я не смогу найти документы». Ирина вновь вернулась в образ девочки-припевочки. «Тогда будем надеяться, что ваша любовь с Кабояши, Элисон, не окажется лишь юношеской влюбленностью». От этих слов меня пронзило отращение, во рту даже появился странный кислый привкус. «Выходит, я для вас просто расходный материал?» «Николай, ну что ты, мою смерть спишут на сопутствующие потери?» «Знаешь, мне надоело вести себя с тобой душеспасительными беседой и убеждать в важности того, что мы делаем». «Господи, еще бы знать, что мы делаем!» вставил я, но Ирина продолжала, не обращая внимания. «Выбор у тебя невелик, или помогай нам, или мы поможем тебе». «Ива, Мура, вы тоже самое предлагали, а она отказалась?» «Ты не она, и скажи спасибо!» «Так вот, если ты помогаешь нам, или остаешься один на один со своими проблемами, от вас я пока никакой помощи что-то не наблюдаю. Если ты справишься, то мы поможем вывести тебя в СССР, если, конечно, тебе здесь ничего не держит». Ирина вдруг рывком встала со стула, взяла со стола фотографию и убрала ее в сумку. «Ты все понял? До связи!» План помесья Кабояши остался мне. Остаток дня прошел в бесплодных размышлениях. Вопрос состоял даже не в том, доверяю ли я Ирине и ее обещаниям или нет, а в том, что хочу ли я вернуться на родину. Держит ли меня в Японии еще что-то? Отношения с Химицу безнадежно испорчены, и самое страшное, где-то в глубине души я считал, что это к лучшему. Да, передо мной открывается перспектива головокружительной музыкальной карьеры, но насколько все эти фантазии реальны? Через полгода Эля закончит школу, и что тогда станет The Feels? Она сколько угодно может повторять, что хочет жить своим умом, но все же в жизни подростка зависит от ее желаний. Но не все в жизни подростка зависит от ее желаний. Прямым или непрямым образом наш выбор определяет наши родители и близкие люди. В Японии это влияние еще сильнее. А в семье Кабояши надо думать сильнее, чем в среднем по Японии. Я расхаживал по комнате из комнаты в комнату и вдруг обратил внимание на запах. Интересно, как любой дом имеет свой собственный, ни с чем не сравнимый букет ароматов? Тут и пыль, и древесина, и запах пожелтевшей бумаги, и изрядно видавшую поеденную молью томящиеся в шкафу старые одежды, и отдушка мыла, которая вроде бы везде одинаковая, но в каждом доме пахнет по-своему. Однако наш специфический запах за полтора года, прошедший со смерти родителей, уже заметно выветрился. Скоро в этом доме не останется ничего, кроме вони, сырости и плесени. Итак, надо было решать, кого я боюсь больше, КГБ или КАБАЯШИ Корпорейшн. При всей власти, которой обладала корпорация, она пока что никак не проявляла себя. Угроза обнаруживалась в предостережениях КАБАЯШИ ДУДЖУНА, в страшных выражениях лица КГИМАРУ, да в словах ИЧИНОСИ. И в то время, как Ирина регулярно навещала меня лично, была многословна и очень ярко обрисовывала последствия отказа от сотрудничества с ней. А уж после того, что они сделали с друзьями Элли. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. А что, если КГБ просто пытается излечь выгоду из ситуации с убийствами? Действительно, теперь уже никак не узнать, подставили Кагамы или нет. Особенно, когда ее задержала полиция. А японская судебная система вообще не славится оправдательными приговорами, так что шанс увидеть Кагамы на свободе невелик. Однако, если подумать, то я бы не отказался сходить с Элли на бал и без понуждений со стороны Ирины. От одной мысли о том, как мы танцуем в центре ярко освещенного зала, мурашки побежали по спине. Горжусь ли я на роль ее кавалера? Да и плевать. Если представится возможность, отказываться не стану. А там уж буду действовать по обстоятельствам. Всегда можно соврать, что искал, но ничего не нашел. Ведь Ирина никак не сможет проверить, говорю я правду или нет, верно? Какое-никакое решение лучшей неопределенности. С этими мыслями я отправился спать. Ну, хоть каждый день становится все короче и короче, но он на самом деле становится все насыщеннее и насыщеннее. В любом случае, мы увидимся с вами в следующем серии «Финал не за горами». Как я говорю, уже хрен знает с какой серии. С вами была Шустро. Лайк, подписка, комментарий, все дела и увидимся очень-очень скоро. Люблю вас. Пока-пока.